Первый раз! Бетельбиев. Но я, кстати, хочу сказать, что вот Расулов все свои предыдущие бои выигрывал со счетом близким к разгромному. Можно было дать очко Бетельбиеву за правой прямой на шаге. Сейчас можно было дать очко, но вот его наконец и дали, собственно говоря, Артуру. 2-1. Сразу же 3-1. Да и зал, вы знаете, начинает болеть за наших. Чем дальше, тем больше. Особенно после вот этого сомнительного поражения в замкового, по-моему, уже итальянцы на стороне российской сборной. Опять начало раунда позволяет Бетельбиев многоударной комбинацией провести своему сопернику. Но здесь только по корпусу работал Ловишот Расулов и не попал. А сейчас попал и, между прочим, попал два раза подряд. Так что вот тут не скажешь, что что-то недосчитывают одному боксеру. Бьют оба. Считают плохо. На мой взгляд, должно быть 4-6 сейчас. Но 4-6 или 2-4 разница невелика. Точнее говоря, ее просто никакой нет. Бетельбиев опять завел в угол соперника, но опять без удара. Очень долго он начинает атаку. Очень долго. Во-первых, передохнуть соперник успевает привести дыхание в порядок. Восстановиться после собственной атаки. А во-вторых, когда так медленно Артур атакует, то видны все его намерения. И хорошо их читает пока этот счет Расулов. Агрессивнее. Лещи, лещи надо. Я думаю, будет драка в третьем раунде. Если так будет продолжаться, попробует Бетельбиев перерубить просто. Ну а для этого нельзя отпускать ни в коем случае по счету. И опять у двух судей сейчас ничья. А вот у одного теперь уже и Бетельбиев даже впереди. 3-4. Попал Артур. 3-5. Повалились они на ринг. Яши, яши, яши. Яши, 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 яши. Что он не мешает? Что он не мешает? Что он не мешает? И опять начинает. Вперед идет Расулов. Он бьет первым. Почему же так происходит? Может быть перекрыться где-то даже Бетельбиеву и подождать немножко, когда бросается на него соперник. 3-6. Попал Бетельбиев. Попал Бетельбиев. Попал таким длинным правом прямым. Это было неожиданностью для Ильшона Расулову, потому что он считал, что он контролирует дистанцию, а выяснилось, что нет. Но развить успех есть время. Есть время подсократить. Все-таки Мухи отдельно, Котлеты отдельно. То, что судят не очень, это понятно. И с этим невозможно спорить. Но очень странно выглядят в финалах именно российской сборной. Все они, все они вчера боксировали лучше. Намного лучше. В частности, Бетельбиев. Вот уж ком вообще практически у меня не возникало даже сомнений. Но видите, оказался прав Александр Беленький и отправляет на пол сейчас Бетельбиев. Ильшона Расулово. Тебе, ский боксер, по-хорошему, упертый. Улыбается. 20 секунд, 26 секунд было, когда Бетельбиев сделал этот нокдаун, а осталось уже 12. Но надо бить, бить, бить надо. Нокдаун, к сожалению, ничего не дают. Одно очко только получил Бетельбиев за удар. И 5-7 пока. Я надеюсь, что в третьем раунде он все-таки покажет свой лучший бокс. Опять, по-моему, поймал у панаторов Даши. Хочется это сделать. Тогда Бетельбиеву придется очень потрудиться. Опять начало за Узбеком. Ну, 8-8. Счет сравнял Сальчик и не в первый раз в этом поединке. Попадает снова Бетельбиев. Но попадает таким сбоку ударом, опрокидывающим скорее. По-моему, не восстановился Альши от Расулах. 9-8 впереди Артур. Бетельбиев. Введет уже у четырех судей из пяти. Введет уже у четырех судей из пяти. 10-8. Ну, кажется, нормализовался бой. И все-таки смог Артур переломить своего соперника. Ну, пропускает два подряд. Один не засчитывает Расулову, правда. Все время вот этот удар с левой прямой. Такой вроде и короткий довольно, но... Доставляет он проблемы Артуру Бетельбиеву. 10-9 пока на полторы минуты. Еще один удар. И сравнивает счет Расулов. Что ж стоит-то Бетельбиев и никак на эти удары не реагирует. Опять вернулось все к тому, что было в первом раунде. И уже видно, что устал Артур. Не засчитывает этот удар ему. Вот теперь достал, дотянулся. Молодец. Левой-правой сработал Расулов. Но в итоге наткнулся на очень жесткий встречный. И второй нокдаун уже. Сейчас даже не скажешь, кому это больше на пользу пошло. С одной стороны Бетельбиев ведет в счете. И время уходит. С другой... Возможность прийти в себя после нокдауна дает некоторый шанс узбекскому боксеру. Но проигрывает он два очка за полминуты. Держаться Артур. Но не только и не левой вот этот. Не пропускать. Если была их победа, то просто невероятно тяжелая. Дорабатывает первым номером. Артур Бетельбиев. И это правильно. 13-10. Все-таки молодец. Вот этот короткий левый прямой. Может быть и не очень сильный у Расулов. Но большинство очков он набрал именно этим ударом. Но молодец. Молодец. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...